Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Одно из немногих исламских государств, открытых для туризма. Эта прекрасная страна фараонов и пирамид, древних памятников и интересных музеев, превосходных пляжей и богатого кораллами и диковинными рыбами Красного моря не перестает привлекать туристов со всего мира. С каждым годом путешествия в Египет становятся все более популярными. Ежегодно его посещают более 5 миллионов человек. Нигде в мире отдых на комфортабельных курортах в современных отелях не сочетается со столь увлекательной экскурсионной программой и доступными ценами. Поклонникам египетских древностей стоит начать свой маршрут с Каира, египетский музей и его окрестностей, конечно, комплекс пирамид в Гизе. Далее передвигаться на юг, по долине Нила, к Луксору и Карнаку и закончить свое путешествие в Абу-Симбен. На этой дороге вы встретите гробницы фараонов и вельмож, храмы, посвященные различным божествам. Огромной популярностью пользуются у современных туристов круизы на корабле по Нилу. С недавнего времени местные турагентства организуют также круизы по озеру Насар, что выше Асуанской плоти. Полуостров Синай таит в себе историю Ветхого Завета, гора, на которой Моисей получил от Бога 10 заповедей. Ну а те, кому интересна история периода Александра Македонского, просто обязаны посетить Александрию, основанный им город и его подземные катакомбы. Для любителей экзотики предлагаются сафари на джипе или верхом на верблюде по азисам Ливийской пустыни. Большинство современных туристов привлекает побережье Красного моря. Хургада, Сафага, Шарм-эль-Шейх, Эль-Ариш стали туристической меккой Египта. Именно здесь лучшие отели, лучший сервис, лучшие пляжи и коралловые сады. Эти места стали международными центрами дайвинга, серфинга и парусного спорта. А рядом с Сарм-эль-Шейхом находится уникальный морской заповедник Рас-Мухаммад. С его песчаными дюновами, мангровыми лесами, удивительными животными, рыбами, птицами и растениями. Какой бы вид отдыха вы не выбрали, в Египте вы получите незабываемое удовольствие от соприкосновения со сказочной природой и древней историей. Гражданам России и стран СНГ для посещения Египта необходима виза. Она оформляется как в посольстве страны в Москве, так и непосредственно в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха. В аэропорту в загранпаспорт вклеивается визовая марка, стоимость которой составляет 15 долларов США. Для детей, вписанных в паспорт родителей, въезд бесплатный. Дети, имеющие собственный паспорт, оплачивают ту же сумму, что и взрослые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok